Алло. Да, есть. Рома, открой, я по-моему слышу? Да. Эммм... Представляю, в этом субъекте, в этом субъекте, я хотела спросить на какие-то вопросы, если вы можете достичь с собой свое заключение, и как оно происходит, в этом субъекте, в этом субъекте, в этом субъекте. Хорошо. Хорошо. Да. Представляю, записывайся для будущего перевода, если ты не просишь. Хорошо. Эммм... Вот... Первый вопрос. Какой причине ты сейчас находишься на ночной камере? Как проходит твой типичный день? Эммм... Мой типичный день начинается с подъема. Затем я завтракаю и иду учиться в ПТУ. На швею, мотористку. Потом у меня перерыв на обед, и после... снова иду в ПТУ и учусь до трех где-то. По какой причине я оказалась в камере ШИЗО, то, что называется безопасным местом? Эмм... Причина довольно простая, то есть я уже неоднократно об этом говорила. Я влагаю, что это была провокация с целью изолировать меня от колонии. И... Собственно, я думаю, что сейчас события будут развиваться таким образом, что меня выйдут оттуда, ну, где-то, может быть, через месяц или два. Пока что я подписала бумагу о том, что я продлеваю свое пребывание там, так как это, скажем так, меньше из двух зол. И единственный возможный вариант поддерживать относительно комфортное существование. Понятно. Эмм... Присажите, что с моим процессом дальше? Я думаю, да. Более чем даже удался. Но, к сожалению... К сожалению, вот среди... То есть, есть такой двойственный момент, он в том, что, возможно, вот среди... Я не очень люблю это слово думающих людей, но среди тех людей, которые понимают нас, мы действительно те люди, которые подняли очень важную проблему, даже ряд проблем. Но, к сожалению, среди того большинства, с которыми я сталкиваюсь, смысл акции, он не был воценен вообще. То есть, люди слышали какие-то отрывки, и из них состояли какую-то совершенно чудовищную картину. И для того, чтобы объяснить то, как все на самом деле происходит, требуется довольно большое количество времени. И... Мне это, безусловно, не втягивает даже... Можно сказать, что это помогает даже мне в чем-то разобраться лучше. Но, вот, пропаганда делает свое грязное дело. Люди, действительно, при первом вот каком-то столкновении, они испытывают, скорее, негатив, чем позитив. Но после первого же разговора буквально вот все, то есть каждый человек, с которым я общался, они меняли свое мнение на противоположное. Буквально после одного разговора. Это и в СИЗО, и на этапе, и в колонии. Ситуация везде абсолютно одинаковая. То есть, в какой-то степени, это даже какая-то завороженность нашей акции появляется. И такой неподдельный, очень искренний интерес. И желание людей в каком... Я очень много встречала желания присоединиться. То есть, очень много людей хотят действительно поменять страну к лучшему, но они, во-первых, вот сами признают, что они бесправны. И они в таком растерянном состоянии находятся. То есть, в какой момент это поменяет страну к лучшему? Очень многие люди хотят этого. То есть, из того, что я вижу, можно сказать, людей, совершенно никак не относящихся к культуре, довольно далеких от этого. И занятых, в основном, к сожалению, выживанием. То есть, уровень жизни, он очень низок в стране. Вот для этих людей, на самом деле, менять страну к лучшему является каким-то вот приоритетным моментом. Я как-то даже, если честно, не задумывался об этом, так как вообще вот маски, то есть балаклавы, это один из главных элементов. Мы не хотели быть говорящими женскими лицами. И создавая группу, цель была именно говорить от лица персонажа и создать его. И поэтому я даже такой как-то вариант не рассматривала никогда. Не пыталась представить. Если то, что анонимность, это... Анонимность, это... Анонимность, это... Анонимность, это... Безусловно, и сейчас главным героем как раз вот, я надеюсь, современная Россия будет в каком-то смысле аноним. То есть, гражданский активист, участвующий в политической жизни страны. Это решение каждого человека, как действовать в таком случае. Мне хочется верить в то, что люди, во-первых, морально будут стойкими, независимыми, сильными, и найдут способ, и самое главное, у них будет желание найти этот способ действовать дальше. Так как были в советское время гораздо более суровые времена, и в то же время люди находили способ и очень дорожили словом, дорожили высказыванием. То есть слово значило намного больше, чем оно значит сейчас. Мне кажется, что репрессии, они в каком-то смысле даже позитивны. То есть они учат людей ценить то, что у них есть, и они учат людей высказываться и дорожить своим высказыванием. Я думаю, что большинство россиян, к сожалению, не замечает той цензуры, которая сейчас начинает выводиться. К сожалению, это так. Людей не видят пока что этого вообще. Вы сказали, что она начинает выводить, а ты считаешь, что ее раньше не было? Безусловно, она была, но сейчас вот с момента четвертого срока, можно назвать так, были предприняты, скажем так, ряд шагов на весьма коротком промежутке времени, который свидетельствует о том, что все будет ужесточаться. Также я постоянно смотрю новости и пытаюсь их анализировать, то есть я говорю именно о федеральной прессе. И я хочу сказать, что вот эта милитаризация, то под каким углом подаются события, она гораздо жестче, чем то, что мы видели при медведе. И безусловно, цензура существовала все это время, то есть все нулевые, это очевидно. И неоднократно те, кто работает на федеральных каналах, об этом говорили. Но, на мой взгляд, тенденция сказала, что все ухудшается. Это один из ключевых, мне кажется, механизмов. То есть он играет сейчас важнейшую роль. То есть то, что происходило зимой 2011 года, его в какой степени могло бы не произойти без интернета. Так что это, безусловно, огромная роль. Скажите, что ты пошла по плану и накладываешь тебе что-то поменять? Мне никогда не было. Не было честно. Но когда вы сейчас оглядываете, когда что-то изменилось, что бы ты сделал по-другому? Я как-то никогда не мыслила со слагательным наклонением, и, на мой взгляд, то, что вышло, то, что получилось, это огромный результат. То есть мы увидели действительную реакцию огромного количества людей, и мы теперь можем размышлять над этим очень долго. Возможно, у нас создается какая-то почва для диалога. И, на мой взгляд, мне хотелось бы, чтобы событий, которые побуждали бы к диалогу, было бы больше. Я не хотела бы, чтобы сейчас мое высказание попало под 20-20 статью, но мне хотелось бы, чтобы вещей таких происходило больше. Я хотел бы сказать, чтобы люди были своим организацией о том, что все перемешались и интерпретировались никак. Как бы вы хотели, чтобы это было? Мне не хотелось бы, чтобы это воспринималось под каким-то определенным углом. Мне лишь хотелось бы, чтобы считывались, по крайней мере, те посылы, которые мы хотели высказать. То есть я говорю прежде всего о художественной какой-то стране дела. О каком бы посылом? Ну, то есть у нас была наполовину художественная, наполовину политическая акция. И, собственно, никто... То есть вообще огромная проблема этой страны, мне кажется, заключается в отсутствии чувства юмора. То есть никто не нашел это смешным. На самом деле это довольно веселая, в общем-то, вещь, несмотря на то, что происходящее с нами, оно может со стороны показаться трагичным. Ну, в принципе, оно действительно довольно трагично. Но это не отменяет того, что мы попытались какого-то из некого общего драматизма событий, то есть довольно плачевного положения вещей в нашей стране, найти в этом веселость. И показать это в несколько смешном, таком абсурдном свете. То есть довести это все до предела. Показать то, как действуют, в общем-то, элиты, но в крайнем, в предельном, в абсурдном варианте. Чтобы они буквально посмотрели на себя в зеркало. Но никто так не воспринял это. Напротив, все подавалось таким образом, что мы, дескать, там, стояли главной целью оскорбить огромное количество людей. Вот, хотя, честно говоря, я не встречала практически оскорбленных. Вот, за все мое пребывание в СИЗО, по этапу, пока я ехала, и пока я была в колонии, у меня, конечно, нет возможности общаться с людьми вне стен тюрьмы. Но оскорбленных не было. Были люди, на которых довольно сильно подействовала пропаганда. То есть они, многие высказывали, буквально повторяли слова, сказанные до этого по телевизору, в том числе Путином, про неприличное название группы и так далее. Буквально слово в слово. Это действует. Это потрясающе просто, но это работает. Мне кажется, что у нас сейчас созрело довольно сильное общество, и это общество способно за себя постоять. Если оно будет настолько активным, насколько является его потенциал, то все получится, и мы сможем изменить Россию к лучшему. Я в это верю. Нет, у меня нет никаких планов. То есть я собираюсь заниматься тем же, чем и занималась раньше. Искусство. Продолжение следует...